Новый Volkswagen Polo можно будет купить во второй половине июня, а пока есть возможность оценить прайс-листы. Со сменой поколений модель, ставшая лифтбэком, сильно подорожала. За пятидверку придется отдать без малого 800 тысяч, тогда как нынешний седан еще можно приобрести, заплатив чуть больше 700 тысяч рублей. У нового Polo начальная комплектация включает пару подушек безопасности, систему стабилизации, 4 электрических стеклоподъемника, базовую медиасистему с дисплеем на 6,5 дюймов, диодные фары ближнего света и стальные 15-дюймовые колеса. А в максимальной комплектации у Polo будет цифровая приборная панель, 8-дюймовый экран медиасистемы, бесключевой доступ и датчики парковки спереди и сзади. Китайская компания JAC готовится расширить гамму моделей, доступных для россиян. Осенью публике хотят предложить среднеразмерный кроссовер GS5. По формату новичок из Гуанчжоу похож на Mitsubishi Outlander. К нам привезут только одну версию с турбо-четверкой, шестиступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Заявлено, что комплектация будет максимально богатой. Анонсированы панорамная крыша, климат-контроль, обогрев всех сидений и камеры кругового обзора. Второй новинкой станет пятиметровый минивэн, ближайший родственник большого кроссовера GS8. Им обоим полагаются двухлитровые турбомоторы и шестиступенчатые автоматы. В России сертифицирован семиместный вариант новинки. Притом на втором ряду вена GN8 стоит пара раздельных кресел, а на третьем – общий диван. Российский офис Ауди открыл прием заказов на мощный кроссовер SQ8. Он оснащается четырехлитровым битурбодизелем V8. Для наших условий этот мотор немного упростили, оставив без дополнительного электрического нагнетателя. Из-за этого российский вариант немного проигрывает европейскому по мощности, но не по крутящему моменту. В трансмиссии – восьмиступенчатый автомат и постоянный полный привод. Базовое оснащение включает пневматическую подвеску, комбинированную обивку сидений, виртуальные приборы, светодиодные фары и колеса диаметром 21 дюйм. За все это великолепие будут просить 7 миллионов 100 тысяч рублей. То есть на 100 тысяч больше, чем сейчас стоит родственный Ауди SQ7. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok